В гостях у Елены Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас приветствую у себя на кухне на моем канале в гостях у Елены. И сегодня я продолжаю показывать вам свои рецепты пасхальные. И вот этот рецепт, знаете, для тех, кто очень-очень у меня спрашивал, значит, добные булочки. С добной булочки у меня не один рецепт. В данный момент я вам показываю шоколадные булочки. Они необычные. Просто обалденно вкусное тесто. Они получаются пышные и нежные. И из них можно, из этого теста, вернее сказать, можно не обязательно булочки делать, но различную, разную по форме выпечку. И я вам немного это покажу. Итак, нам понадобятся вот такие ингредиенты, которые вы видите, значит, на столе. Но, естественно, я оставлю в описании под видео все ингредиенты для такого замечательного рецепта. И вначале что мы делаем с вами? Естественно, мы все приготовили. Это в первую очередь. Здесь вот у меня молочко. Значит, в этом молочке я разбавляю здесь сахар и соль. Очень часто меня спрашивают насчет соли. Сколько же в выпечку добавлять соли? Вы знаете, я, наверное, все-таки скажу, ограничусь таким ответом, что соль идет по вкусу. А вот сахар, конечно, нужно обязательно именно вот в такой выпечке тоже стараться как бы следить за этим. А соль, конечно, по вкусу. Есть люди, которые добавляют в блины, значит, сахар, а есть нет. То есть, вернее, соль, простите. А есть, которые не добавляют. Итак, не надо никакое теплое, там, чтобы было сколько-то градусов молоко, там еще чего-то. Нет, вот просто молочко, но, естественно, не из холодильника. Вот. И мы вот сюда вот выливаем в емкость, где мы с вами будем, так сказать, замешивать тесто. Вот так вот все выливаем. Можно было и здесь как бы сделать это дело. Ну, я имею в виду прямо в этой миске. Ну, у меня уже было отмерено молочко здесь. И я вот так сделала. И в этом ничего страшного нет. Так. Сюда мы с вами вобьем два яйца. Яйца я беру вот в данный момент у меня крупные. Вот так. Два яйца. И тоже вот так вот взбиваем. Мы сейчас, конечно же, будем с вами все это дело вымешивать, поэтому никакого венчика мне не надо. Но, если вы, как бы, все любите делать в комбайне, то, пожалуйста, давайте вот я, чтобы вас не смущать, вот такой вот суши венчиком. Потому что я, как бы, и так, и так делаю. Для меня нет ничего такого сложного, чтобы сделать какое-то тесто. Я имею в виду, чтобы именно был тот или иной, то или иное орудие труда. Я могу и с ложечкой все сделать прекрасно. И вот. Так. Масло мягкое, смягченное масло. Смотрите. Очень большая есть разница в растопленное масло и мягкое масло. Часто так делают, и тесто получается не такой консистенции, которой нужно. Вот. Размягченное масло, это значит, что вы вынимаете маслице заранее, ну, скажем так, за час, даже два, из холодильника, и оно у вас стоит на столе, в тепле и размягчается. Растопленное масло, это означает, что вы на пару, над паром, либо в микроволновой печь, вы его растопите. То есть оно будет жиденькое, такое, как сметану. Вот так. Так. Теперь мы с вами начнем сюда, значит, просеивать муку. Муку просеивать нужно обязательно, без этого никуда и никак. Смотрите. Если вы хотите, добавляйте сюда ванилин. Ванилин можно разный, но желательно, конечно, натуральный. Здесь у меня, значит, специальные дрожжи для сдобы. Любые дрожжи можно, можно даже живые дрожжи. Здесь идет 11 грамм, значит, дрожжей сухих. И вам понадобятся живые, я пробовала, делала 45 грамм. Но, опять-таки, это я делала. Может, вам покажется это мало или много. Итак. И вот я вот так вот. Сначала вот этой, либо ложечкой, ну, лопаткой, чем хотите. Видите, вначале вы взбиваете вот так. А потом уже, конечно, мы будем вымешивать наше тесто ручками, чтобы оно ощутило тепло. Знаете, мне часто пишут, что же вы не делаете в тесто-мешалке, все это, вы думаете, у меня нет, у меня все это есть. Я привыкла руками. Даже вот вы видели, я в комбайне у меня есть тесто-мес. Там, ну, такая функция. Я тесто вот так вот, жиденькое, потом все равно вываливаю на стол и месью сама его, вымешиваю, потому что я очень люблю с тестом возиться. И тесто очень любит, когда оно в ручках. Оно. Очень любит ручки, наше тепло. Рук. И мне кажется, как вымешу я тесто, не вымесит мой комбайн и тесто-мес. Поэтому вот как-то так. Это кто как хочет. Я не утверждаю, что это так нужно, и это только так. Вот. Наверное, мы просто уже как бы привыкли. И еще хочу сказать, это для тех, кто любит возиться с тестом, кто любит прикасаться к нему руками. Вот. Это для таких людей. Для таких хозяйчиков. Все. И вот теперь уже на том стадии, на той стадии, когда мы с вами должны уже запустить свои ручки сюда. Вот так вот. Люблю вот так вот возиться. Многие говорят, ой, там это. А я люблю. А я люблю. Каждый делает, как ему нравится. Все. Дальше мы с вами будем подсыпать, значит, муку и замешивать тесто. Я это все не буду показывать, а включу тогда, когда уже постелю свой коврик замечательный. И будем с вами, ну, как бы я буду доделывать тесто. Вот такое тесто получается. Смотрите, вы должны немножечко оставить, но вы увидите. Муки на досочке. Или же на ковричке, как у меня. Дело в том, что мука здесь, муки вот здесь, может понадобиться чуть-чуть больше. Вот. Тут у меня в рецепте 5 стаканов, но иногда бывает, что чуть-чуть больше. Все зависит от того, какие у вас будут яйца. Вот. И какое, конечно, маслице. То есть, вот так. Тут небольшие нюансы, которые вы сможете учесть. Итак. Вымешиваем наше тесто хорошо. Тесто должно быть такой консистенции, чтобы оно не прилипало к рукам и не прилипало к досочке. Или к, ну вот, в данном случае у меня коврик такой. Вы, конечно же, как всегда меня спрашивайте, особенно те, кто заходит ко мне впервые на канал. Так я вам хочу сказать, что у меня уже есть в обзорах. Иногда даже просто устаю об этом говорить. Где я купила такой коврик. Девочки, мне кажется, сейчас они везде есть. Я уже настолько их везде вижу. Но я покупала в метро. Продаются они вике. И вот видите, у меня тесто очень липнет. Все равно он отходит, но я думаю, что, наверное, все-таки попало внизу, вон там, немножко муки. Тесто я вот так вот еще оббиваю. Вот так вот беру, оббиваю. Есть специальные такие рецепты у меня, особенно когда я делаю, значит, пиццу или еще какие-то, что я вот так вот его растягиваю. Видите? Потом сворачиваю и поворачиваю. Вот так вот. Видите? Тесто будет у вас замечательное. Очень хороший такой вот способ. Я уже показывала из какой-то выпечки. Вот что-то сегодня он у меня, так, коврик, двигается туда-сюда. А так, на самом деле, он очень хорошо. И вот так вот оббиваем. Видите, тесто, оно очень быстро вымешивается, потому что это сдобное тесто. Оно должно быть вот таким вот мягким. Показываю вам, какое. Вот такое вот мягкое. Видите, чтобы не прилипало к ручкам и к нашему столу. Обязательно это нужно делать. И хорошенечко вымесить его. Это очень вкусное тесто. Я вам хочу сказать, что я обычно, когда себе позволяла, сейчас меньше мы выпечки позволяем себе. Раньше детки были, естественно, пекли много, да и мы раньше побольше ели выпечки. Сейчас нет. То я просто замешивала его. Знаете, я, наверное, с чего начну. Дело в том, что это тесто, мы сейчас с вами, потом договорюсь свою мысль, и вы сами ее поймете, когда я сейчас буду дальше говорить. Так, тесто наше готово. Готово. Что мы делаем с нашим тестом? Мы убираем его в пакет. Пакет должен быть большой. Побольше, потому что тесто наше будет расти. И вот этот пакет, выгоняем из него воздух и убираем его в холодильник на ночь. Если же вы делаете это утром, удобно и утром делать, если, например, выходной у вас, и вечером к чаю испечь. Либо утром, значит, с вечера поставить тесто на ночь, а утром испечь на завтрак. Вот, как вы выберете, это ваше дело. И вот сейчас мысль договорю, ту, которую я вам вначале сказала, о том, что я очень часто выпекала именно вот этот рецепт булочки. Всегда в школу детям я делала. И как обычно я люблю из простого что-то сделать красивое, то я эти булочки делала с разными сюрпризами им, разной формой им. И им было очень приятно. В данный момент я буду их делать не просто буду формовать, как булочки, а покажу вам сейчас, как я их буду делать. Конечно, не сейчас. Я сейчас поставлю тесто, значит, в холодильник и вечером буду доснимать видео и показывать вам, как я буду формовать мои шоколадные булочки. И вот это, опять-таки, одно из самых моих любимых теста, тех, что у меня есть, рецептов, которые я с удовольствием пеку, потому что это можно сделать тесто и убрать в холодильник и печь. Потом, даже если у вас немножечко останется, вы можете оставить и чуть-чуть погодя, испечь, и они будут так же вкусны и ароматны. Обязательно выгоняем, чтобы здесь не было никакого воздуха и подвязываем здесь. Вот так подвязываем и убираем в холодильник. Все. Ничего больше не будем делать. Это тоже очень простой рецепт и очень вкусный, хороший. Смотрите, обязательно пакет нужно брать больше, потому что тесто у вас вырастет. Что ж, я с вами прощаюсь. То есть, для меня, можно сказать, как бы, я вот сейчас это делаю утром, тесто, и до вечера. А вот, во встречи, мои дорогие, будем с вами упекать мои замечательные, любимые булочки. Эти булочки подходят не только на Пасху, они подходят даже повседневно, на любые другие праздники. Из них можно лепить и вот и формовать разные-разные, разные канделюшки и разные булочки, и разные... Даже из этого теста можно сделать сладкий пирог. Открытые пироги очень вкусные получаются из этого теста. Ну что ж, я думаю, что я удовлетворю вас выложить такое вот видео, потому что вот, ну, столько мне писали про это, что я не осталась равнодушной к этому, потому что я вас очень уважаю. И все, что я не делаю на ютубе, все делаю для вас. Все, снова мы с вами встретились для того, чтобы мы уже могли возделывать нашу красивую булочку. Как она будет выглядеть, вы сейчас увидите. Итак, я сейчас вам хочу показать, в чем можно выпекать. Можно выпекать вот в таких вот больших звездочках. Можно выпекать вот в таких вот маленьких вот силиконовых кексницах и вот с такой вот, ну, бумажечкой. Как хотите, дело ваше. Я буду выпекать вот в таких вот. Вот в таких вот. Я в них и пасочку выпекаю. Ну, куличики вернее. Много чего в них делаю. И жульенчик в них делаю. Все эти штучки везде в магазине продаются. Сразу вам говорю. Вот, во всех магазинах. Можно найти такие формочки. Они везде продаются. Смотрите, силиконовые формочки я не смазываю. Но такие формочки я обязательно смазываю маслом сливочным. Итак, разрезаем мы наш пакетик. Видите, тесто как сделалось много ее. Я почему вам и говорила, что обязательно нужно одевать, то есть класть тесто в пакет большой, потому что тесто будет увеличиваться в объеме. Итак, берем ножик, отрезаем шарики. Конечно, для того, чтобы получились они одинаковые, вы можете взять весы и взвесить на весах. Но я этого не буду делать. Я примерно буду их как бы отрезать по кружочкам и буду стараться, чтобы они были одинаковые по возможности. Вот такие вот шарики. Из них я буду катать лепешки и сейчас вам покажу, как это будет. Тесто получается очень вкусным. Нежным и вкусным. Просто так вот ее кушать одно удовольствие. Вот так вот. Желательно, конечно, чтобы они были одинаковые, чтобы красиво было. Потому что, я как всегда говорю, наше блюдо должно быть не только вкусным, но и красивым. Потому что мы вначале, как говорится, кушаем глазками. Вот так вот. И будем с вами раскатывать. Берем вот такую лепешечку и раскатываем ее. Вот так. Не будем сильно, сильно ее раскатывать. Так вот все в меру. И берем шоколад. Шоколад вот такими вот кубиками. Ну, в общем, отламывайте вот такие кубочки. Вот шоколад вот такой вот коммунарка. Вы, конечно, берите свой любимый, какой вы хотите. Я этим делаю. Мои детки очень любили, когда я делала с ирисками внутри. Покупала ириски и ириску сюда клала. Или же очень вкусно получается с мармеладом. Сюда вот если вы берете дольками, то парочку доль. Если квадратиками большие, то один. Это просто, ну, просто будет обалденно вкусно. Итак. Кладем один шоколад. Вот так. Вот так сворачиваем. Вот так и вот так. Затем кладем вот, смотрите, вот сюда кладем формочку. Я сюда буду класть три штуки. А если вы будете делать в этой, то одна штука. Вы поняли, как это делается? Очень просто и очень-очень вкусно. А как красиво будет, это просто нет слов, как будет красиво. Вот так и вот так. Вот. Сворачиваем. И вот так складываем швом вот друг к дружку. Сейчас я еще одну сделаю, и вы увидите, как я это сделала. То есть, из этого теста вы, мои хорошие, можете себе сделать, ну, все, что хотите. Как ваша фантазия разгуляется. Никакого, никакой, вернее, муки вам не надо добавлять. Потому что прекрасно не липнет тесто ни к столу, ни к рукам, нигде. Вот. Вот так кладем шоколад. Вот так. И вот, смотрите, напополам. Затем вот так. И потом вот так. И получается вот такая вот розочка. И мы ее кладем вот сюда. Получается, сейчас покажу вам, что у нас с вами получается. Вот так. Вот такие вот розочки. И будем ставить, чтобы она подошла. Еще раз покажу вам. Длишком большая эта и эта вышла. Еще раз покажу. И давайте я вам покажу одну поменьше, которую я буду вот в эту, в эту, в эту, вот такую вот формочку. Она должна быть поменьше. Вот так. Вот таким вот образом. И тут надо, чтобы она посерединке как-то вот так вот была. Вот я делаю вот так, посерединочке. Вот так вот я ее. И кладу вот сюда. Вот таким образом. Она здесь подойдет. Вот эта розочка, булочка, она подойдет. Мы оставим для того, чтобы тесто подошло, поднялось. Минут 40 надо это оставлять. И затем вы будете выпекать. Вот так. Еще раз одну сделаю, чтобы вы видели. Вот так беру. Поближе сюда. Вот так. И вот так. Все. Вот таким вот образом. И складываю формочку. Вот так вот. Дальше. Вторую. Вот это просто формочки большие, по три. Вы сможете эти булочки еще сделать в одну форму большую. Вот так вот расставить их. Тоже будет замечательно. В одну большую формочку. Тоже будет очень хорошо. Вот. Я имею ввиду одну большую форму. И так по кругу эти розочки расставить. Будет тоже очень красиво. Видите, никакой мороки. Ничего. Тесто. Если, например, вы сейчас вот, к примеру, хотите, ну, просто уже не хотите выпекать. Один противень сделали, одну форму, потому что тесто здесь прилично. То вы сможете убрать это тесто в холодильник, и ничего ему не будет. Вот такое вот выгодное тесто. И очень удобное в использовании. Вот так. Вот. Вот очередная. Видите, какая красота получается. Вот. И все. Розочки здесь подойдут. Заполнят нашу всю вот эту вот нишу. Вот. И будет отлично. Нарезаем дальше. Ну, я, наверное, думаю, что показать больше не надо, не стоит, потому что, ну, как бы вы видели уже, чтобы время не тратить. Я потом вам в конце покажу, какую еще булочку я делаю очень красивую. Ну, что ж, дорогие хозяюшки. Я сформовала все свои булочки. И теперь посмотрите сюда. Я хочу вам показать, как я еще делаю эти булочки. Очень красивые получаются. Но не в формах, а просто на противень. Раскатывайте вот такой вот пласт. И аккуратненько нарезайте полоски. Вот так вот полосками. Но не до конца. Но не до конца. Вот так. Девочки, не спрашивайте про эти ножи, потому что у меня есть обзор. Они продаются сейчас везде. И смотрите. Берем с любого конца. С этого, с этого нет разницы. И подкручиваем. Аккуратненько вот так вот подкручиваем их. Видите? Вот так вот. Подкручиваем трубочку такую вот, длинную такую. Но смотрите, чтобы плетение ваше не было очень сильно тугим. Вот. Чтобы оно было таким свободненьким. Затем мы вот скручиваем. Вот так скручиваем. Берем вот так, подкручиваем. И скручиваем рулетик вот такой вот. Вот такие вот красивые штучки. Вот. Думаю, видно. Еще покажу. Вот такие вот. Вот такие красивые штучки. На противне, на бумагу пекарскую, либо вот на таком. Вот есть для выпекания, есть коврики силиконовые. Либо вот сюда. Либо вот сюда я делаю. Вот так. Вот таким вот образом. И они получаются пористые, такие рыхлые. Очень-пре-очень вкусные и красивые, самое важное. Ну, тут творить можно бесконечно, девочки. Вот сколько хотите, хозяюшки, дорогие. Но я, например, в данном случае показала два вида. Я сейчас их все сделаю. Оставлю, чтобы они у меня поднялись. Вот здесь вот на столе, на противне поставлю вот эти вот все формочки. Накрою их сверху, для того, чтобы они подошли аккуратненько здесь. Вот. И затем, когда я буду смазывать яйцом сверху, я покажу вам, чем я еще буду их посыпать. Мои подошли. Вот так вот они поднялись хорошо. Вот. Теперь я их буду сверху смазывать. Но смазывать нужно аккуратненько и очень хорошо. И аккуратненько. Потому что, чтобы они у вас, ну, тесто не опало. Вот так вот берете взбитое, просто-просто взбитое яйцо, без ничего. И вот так сверху, а я обмазываю аккуратненько. Вот. Вот таким вот образом. Вот. Ну, я сейчас вам покажу на нескольких. И все. И вот здесь вот у меня орешки, здесь вот у меня миндаль и два вида орешек. В общем. Вы любые берете. Грецкие орехи и миндаль. И вот так вот я сверху посыпаю. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Я посыпаю орешками. На самом деле, вы можете посыпать и кунжутом. Вы сможете посыпать их этим маком. То есть, чем хотите. И начинка у вас может быть любая. Но не надо забывать, что начинка должна быть такая, которая не будет вытекать. Это тоже очень много значит. Потому что будет, ну, как бы не то будет. Вот. Вот такая красота. Там у нас с вами получится. Что же. Я сейчас буду ставить, выпекать их в духовку. При разогретой духовке 180 градусов. Буду выпекать полчаса. Смотрите. У нас у всех с вами не одинаковые плиты. Духовки. Духовые шкафы. Вот так правильно сказать. Поэтому вы смотрите внимательно и следите за временем выпекания. У вас, возможно, это и будет и дольше. На современных плитах, духовых шкафах, простите, это очень быстро получается. А те, которые, ну, сами вы меня поняли, не буду слишком много разглагольствовать. Вот. Уже подустала немножечко. Целый день сегодня и рассадой занималась. Так, ну, вот таким вот образом. В общем, вот так. Вот у меня так получается. Вот. И я сейчас буду выпекать. Орешки, конечно же, вы, ну, постарайтесь, чтобы они у вас были, вот, промолотите хорошенечко. Ну, помельче, не сильно крупно. Ну, конечно, и не в муку, безусловно. Но для того, чтобы они и хорошо будут прилипать, и вкусно будет. Можете просто сахарком сверху. Булочки разные, вот такие я выпекаю. Бывает, что просто сахарком. То есть, вот так вот. Все. Вот таким вот образом. Все. Я ставлю выпекать. Я уже повторюсь еще раз. Сейчас 180 градусов, разогретая духовочка. Будем с вами выпекать 30 минут. Но, вообще-то, у некоторых может выпекаться и за час. Даже до часу доходит. До 30, буду я сказать вам так правильно. Вот. Буду сказать вам правильно так. До часу. Вот, чтобы вы за это время могли проследить. От 30 до часу. Такое время выпекания. Испеклись булочки. Показываю вам. Вот такие они получаются красивыми. Вот так вот они разделяются. В виде розочек вот таких. Замечательных, красивых. Я булочки выпекаю до золотистой корочки. Они получаются очень вкусные. Вот эти вот орешки здесь тоже так. Зажариваются и получаются очень вкусно. Вот эти вот кексиками, такими маленькими булочки, не менее вкусные получились. И красивыми. Я сейчас вам выну и на разрезе покажу. Разломаю и покажу, как они выглядят внутри. Вот шоколад как там. Вот смотрится красиво. Но они очень горячие сейчас. Я пока не буду. Сейчас немножко они остынут. Я вам покажу. Но вот я только вытащила их из духовки. И положила вот на такую красивую тарелочку, крутилочку специальную для оформления тортов и всяких разных салатов у меня. Вот так получаются булочки. Вы булочки можете сделать просто без всяких выкрутасов. Можете просто скатать шариками и сделать в виде булочек. Вот здесь вот можно сделать, вот в этих формочках, они довольно-таки высокие, можно сделать их как куличики. И вверх покрыть какой-нибудь глазурью. К примеру, вот пасхальной, яичной, белковой глазурью. И посыпать, естественно, всякими разными пасхальными украшениями. Вот вам, пожалуйста, на Пасху можно так тоже сделать. Вот. Ну и вот так вот отдельное блюдо на Пасху тоже можно испечь. Дело в том, что на Пасху не только куличи нужно печь, и пасхальный венок можно испечь. У меня есть на канале такой, посмотрите. Можно вот такие булочки, можно разные кексики, разные пироги, кексы. То есть не обязательно только куличи. На этом празднике должна быть различная выпечка и в большом-большом количестве для того, чтобы угощать своих родных и близких. И ходить в гости, и тоже дарить. Поэтому всегда, мне сразу вспоминается мама и бабушка, когда они выпекали, у нас кругом-кругом была выпечка. Какой только не было выпечки. И у меня то же самое. Вот так точно я пеку. Сейчас просто дети уже разъехались, чуть-чуть поменьше. Но тем не менее, я к Пасхе всегда пеку очень много всяких разных вкусностей. Любой выпечки, вот, которые у вас есть в арсенале. Ну что же, остынут. И я вам покажу их на срезе, на сломе, как вот правильно сказать. Итак, девчонки, я нарезала, вернее, наломала булочки по отдельности. Они были вместе. Во-первых, поближе нужно показать, какое тесто. Вот такое вот шикарное тесто. И мы, когда вот эти вот разламываем, то у нас получается там шоколад. То есть шоколад может быть в одной стороне, в другой. Но само тесто, видите, как красиво, оно скрученное. Очень-очень нежное получается тесто. Сейчас я вам еще разломаю, вот, поближе здесь. Вот так вот. Видите, какая красота? Очень нежное тесто. Очень вкусное и нежное тесто получается. И в итоге вот такие каравайчики у меня получились. Видите? Вот я говорила вам вот о таких вот каравайчиках, что вы можете сверху их глазурью белковой покрыть и посыпать всяким разным пасхальным украшением. И у вас получится вот на пасху. Но я опять-таки повторюсь, что достаточно пасхи для того, чтобы так украсить вы. Куличи, вернее. А вот эти, значит, булочки можно подавать вот так. Сверху вы можете чем хотите. У меня вот в данном случае орехи. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Желаю вам всего самого доброго и удачи в приготовлении таких замечательных булочек, которые я вам предложила. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok